Добрый день, ребята! Начинаем урок биологии для 11-ти классников. Тема урока «Строение и функции эндокринных желез. Щитовидная и паращитовидные железы». Сегодня на уроке мы сформируем понятие устроения щитовидной и паращитовидных желез, о характерных особенностях желез и гормонов, выделяемых щитовидной и паращитовидными железами. Управление процессами, происходящими в организме, обеспечивается не только нервной системой, но и железами внутренней секреции. К ним относятся специализированные топографически разъединенные железы, которые не имеют выводных протоков и выделяют в кровь и лимфу, выработанные ими секрет. Продукты деятельности эндокринных желез – это гормоны. Давайте познакомимся с щитовидной железой. Щитовидная железа имеет вид бабочки. Это особенная железа. Сама природа обратила на нее внимание, так как самый большой ген в организме отвечает за деятельность данной железы. Не существует ни одного органа в человеческом теле, на функцию которого не влияет щитовидная железа. Она является своего рода дирижером. Щитовидная железа расположена спереди внизу шеи на уровне второго-третьего кольца трахеи под гортанью и состоит из двух долей, соединенных перешейком. У ученых, впервые описавших железу, возникла ассоциация со щитом, что и дало ей соответствующее название. Масса железы составляет 12-30 грамм. На ощупь железа плотная и упругая. Доли железы развиты не одинаково. Правая доля чаще больше левой. Перешей их железы, изменчив от широкого и толстого до полного отсутствия. У женщин щитовидная железа относительно больше, чем у мужчин. Щитовидная железа имеет богатое кровоснабжение. Верхняя часть железы получает артериальную кровь из верхней щитовидной артерии, ветви наружной сонной артерии. Нижняя часть снабжена нижней щитовидной артерией, которая является ветвью щитовидно-шейного артериального ствола. Доля железы находится в непосредственной близости с общими сонными артериями. Щитовидная железа также тесно связана с нервами. Самой важной является связь с парой возвратных гортанных нервов на задней поверхности железы, которые отходят от блуждающего нерва. Структурно-функциональной единицей щитовидной железы является фолликул. Размер фолликула может составлять от 50 до 500 микрометров. Стенки образованы одним слоем тироцитов и эпителиальных клеток, лежащих на базальной мембране. Группа из 20-40 фолликулов, окруженных соединительной тканью, сетью кровеносных и лимфатических сосудов, формирует дольку щитовидной железы. Тироциты имеют кубическую форму, а пекальная или верхушечная поверхность тироцитов погружена в коллоид, заполняющий полость фолликула. Функция фолликулярных клеток – захватывание из крови йода и синтез йода, содержащих гормонов – тироксина и триодтиранина. Коллоид заполняет фолликулы, вырабатывается эпителиальными клетками, образующими фолликулярную стенку. Он имеет густую консистенцию и содержит гормоны щитовидной железы, состоящие из белков и йода, содержащих аминокислот. Парафолликулярные клетки располагаются между тироцитами на базальной мембране и между фолликулами. Парафолликулярные клетки синтезируют тиреокальцитонин, который является антагонистом парадгормона паращитовидных желез. Интерфолликулярные островки располагаются в прослойках соединительной тканью между нервами, сосудами и фолликулами. Островки образованы клетками-предшественниками фолликулярных и парафолликулярных клеток. Давайте познакомимся с физиологией щитовидной железы. Железа внутренней секреции, в клетках которой, тироцитах, вырабатывается два гормона – тироксин и триодтиранин, контролирующие обмен веществ и энергии, процессы роста, созревания тканей и органов. Парафолликулярные клетки, относящиеся к диффузной эндокринной системе, секретируют кальцитонин. Один из факторов, регулирующих обмен кальция в клетках, участник процесса роста и развития костного аппарата. Как избыточной, так и недостаточной функциональной активности щитовидной железы являются причиной разнообразных заболеваний, некоторые из которых могут вызвать побочные эффекты в виде системной дистрофии или ожирения. Давайте познакомимся с паращитовидными железами. Паращитовидные железы от 4 до 6 небольших эндокринных желез преимущественно расположены на задней поверхности щитовидной железы, попарно от щитовидной железы. Паращитовидные железы отвечают за регуляцию уровня содержания кальция. Этот химический элемент нужен для сохранения крепости и целостности костной ткани, а также нормальной деятельности всей опорно-двигательной системы. По форме паращитовидные железы напоминают чечевичные зерна. В длину каждая из них бывает около 3-8 мм, в толщину не более 3 мм, вес до полуграмма. Нижние пары немножко тяжелее. У женщин масса образования чуть больше, чем у мужчин. Цвет паренхима у младенцев светло-розовый. С возрастом он меняется до желтовато-коричневого. Паращитовидная железа представляет собой плотное образование, в котором паратероциты железистой клетки составляют большую часть паренхима. Вглубь структуры уходят тяжи из эпителиальных клеток, разделяющие соединительную ткань. Между соединительными прослойками располагаются нервные волокна и кровеносные сосуды. Кровоснабжение происходит благодаря артериям щитовидной железы. Паращитовидная железа вырабатывает один гормон, паратгормон, который представляет собой пептидную цепь, состоящую из 84 аминокислот. Они вбрасывают вещество в кровь порционно, по мере необходимости, из мелких гранул внутри клеток. Паратгормон регулирует количество ионов кальция в крови. Если уровень ионизированных микроэлементов крови понижается, паращитовидная железа активизирует выработку паратгормона. Он высвобождает недостающие калиции из костной ткани, кости меняют свою структуру, становятся рыхлыми и хрупкими, легко ломаются при любой двигательной активности. Паращитовидная железа работает с щитовидной железой в тесном тандеме. Первая способствует выделению кальция из костей, а вторая, благодаря выработке кальцитонина, минерализует костную ткань, забирая микроэлементы из крови. Ребята, выполните, пожалуйста, следующее задание. Рассмотрите рисунок, назовите железы внутренней и смешанной секреции. Сравните ваш ответ с данным слайдом. Давайте подведем итог нашего урока. Сегодня на уроке вы узнали общие анатомо-физиологические признаки щитовидной и паращитовидных желез. Эндокринные железы играют исключительную роль в организме. Эндокринная система вместе с нервной системой осуществляют регуляцию и координацию функций всех других органов и систем, обеспечивая этим единство организма. На этом урок наш окончен. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова